Всем привет, ребята! Сегодня у нас будут трейды на флайрайт Фроста Фури. Фрост Фури появился в 2020 году на зимнее обновление. Он стоил 800 рубаксов, так что я думаю, за него точно смогут нам что-то хорошее предложить. Я уже нахожусь на донаторском сервере, и тут у нас уже очень много классных питомчиков. Я думаю, нам точно тут смогут что-то хорошее предложить. Итак, нам кинули трейд, и нам предлагают флай голден дракона. Флай голден дракона можно получить, если вы заходите один год в игру. То есть вам нужно заходить каждый день, и тогда вам дадут голден яйцо. Ну, еще и не факт, что вам выпадет этот дракон. Но уже прошло очень огромное количество времени, их уже нафармили, и они абсолютно не ценятся. Поэтому мы отклоняем трейд, но за фрост фури, я думаю, в принципе, можно получить и неон голден дракона, если очень сильно постараться. Опять же таки, нам предлагают голден питомца и райд роба дога. Нет, это маленький трейд, потому что мне кажется, что за фроста можно получить, наверное, где-то около 5-6 флай райд легендарок. Ну, за флай райд фроста фури, за обычную, конечно, ты не получишь, но все же. Так, это что такое? Опять мне предлагают этого дракона, но нет, я уже говорил то, что он сейчас абсолютно не ценится. Так еще ничего не добавляют, поэтому я, конечно, это отклоняю. Ниндзя кинул трейд, он предлагает нам флай райд дракона. Вот эту вот новую шарк, опасное яйцо и куча всякой каши. Ну, в принципе, это достаточно прикольный трейд, потому что, ну, тут вот этот вот питомчик, который появился совсем недавно в этом обновлении. И, кстати, за него мне предлагали очень классные трейды. И, в принципе, можно было на это согласиться, но все же я, наверное, оставлю фроста фури себе. Ну, потому что, скорее всего, этот щенок уже обесценился, и все вот это вот, ну, это как бы, вот эта каша. Ну, дракон флай райд, ну, нет, я не думаю, поэтому я, к сожалению, отклоню, но спасибо за предложение. Ну, а тут уже намного интереснее. Флай райд лама, по-моему, она очень классно ценится, что-то около как раз-таки фурии и, наверное, даже коровы. Ну, как бы, нет, конечно же, она ценится намного меньше вот этих двух питомцев, которых я сейчас перечислил, но... Все же, я думаю, что это достаточно классно, потому что их очень мало в игре. А тут нам, ну, в принципе, я думаю, может, стоило бы и согласиться. Она еще была и раньше, уже, блин, три года назад появилась. Нет, даже четыре. Четыре года назад, в 2019 году. Ну, нет, я все же отклоню, потому что этот питомец робоксы, и, по-моему, она ценится чуточку меньше. Надеюсь, я не пожалею. Желаю девочке развития. Тут нам предложили еще лучше прошлого трейда. Хотя нет, наверное, все-таки лама ценнее, но все же, смотрите. Тут нам дают тьямонт уникорна, флай райд уникорна, и еще куча, ну, всяких таких питомцев. Вроде как это и не каша, но все же немного маловато. Диамонт уникорна дается за то, что вы входите в игру два года. Это что был за скам? То есть он специально мне предложил кучу вот всей вот этой каши, чтобы потом убрать этого питомца и думает, что он сможет меня обмануть. Нет, конечно, я отклоню этот трейд. Этого и так было мало, потому что, ну, дьямонт уник очень сильно обесценился. И тут такая маленькая еще добавка, хотя очень много классных вот этих вот питомцев, но все же нет, нет, конечно, это мало. Но обмануть у него меня не получилось, поэтому, конечно, отлетай. Ну, вот вы реально, вы видели, это скам. Там просто он дал, ну, очень куча классных петов, а потом просто убрал этого питомца. Наверное, он думал то, что я буду смотреть на тех петов, а сам он быстренько тут уберет, и я ничего не замечу. Нет, я все вижу, я все вижу. У меня глаза на спине. Очень прикольно, кстати. Ну, почему он отклонил? Это как-то очень странно. Ну, по робоксам, как бы, тот питомец стоил тысячу. А тут, конечно, флайрайт. Ну, тут, как бы, сразу видно, что дороже. Ну, конечно, надо было отклонять самому. Ну, не знаю. Человек, наверное, устал ждать, и поэтому отклонил трейд. Ну, вы на такое, конечно, не соглашайтесь, но это получше того, что нам предлагали ранее. Лайкер кинул трейд и предлагает прям очень много классных питомцев. Райд зелья это около ФР Леги. И тут еще так много райд и лего. Я думаю, на это можно было бы согласиться. Но я все же отклоню, наверное. Потому что, ну, все-таки, наверное, чуть-чуть не дотягивает. Ой, Костя, можно без, наверное? Ладно, ну нет, ну реально очень много райд и лего. И райд зелья. Очень сложно. Я, наверное, подумаю, добавлю его в друзья. И если решусь, соглашусь. Ну, а сейчас, на данный момент, я отклоняю этот трейд. Ну, огромное спасибо ему за предложение. Тут нам предложили кучу всяких обычных питомцев, которые вот абсолютно не ценятся. Поэтому я, конечно, отклоню этот трейд. Но очень милая. Но нет, 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 конечно, это каша. Конечно, вам даже лего за такое не предложат. Что можно говорить о пяти флорайт легендарке. Итак, в третьем трейде нам предлагают зельку, райд слота и каких-то обычных питомчиков. Ну, опять же-таки, вот это вот все каша, вот это вот. Только райд слот тут более-менее ценится. Но все же, холодногнев фростфури наш ценится намного дороже всего этого предложения. Спасибо, конечно, но я отклоню. Желаю этому мальчику получить свою мечту. Сиденье нам кидает трейд. Нам предлагают флорайт ниндзя монки за моего фростафури. Ниндзя монки появился, кстати говоря, раньше. И как раз-таки пропал быстрее. И, по идее, ну, он должен был бы цениться больше. Но, к сожалению, его немного понизили в цене. И флайрайт фростфури ценится дороже. Ну, наверное, это все потому, что он стал робоксов. А ниндзя монки можно было получить бесплатно. Ну, можно сказать, бесплатно. Надо было выбить там, по-моему, три вот таких вот штучки. Не помню, как они называются. Ну, в общем, не важно. Ну, в принципе, трейд оцениваю на 6 из 10. На него, ну, не стоит соглашаться. Хотя, в принципе, очень красивый питомчик. Мне вот он нравится. Ну, он у меня только один. Ну, ладно. Отклоняем этот трейд. Огромное спасибо за предложение. Так много в роблоксе агро. Я просто удивляюсь. Просто к тебе кидают трейд. Пишут нет. Там вообще ничего не понял. Написали нет и отклонили. А зачем было кидать трейд? И вообще, к чему это все? Я, если честно, не понимаю. Пожалуйста, не будьте такими. Потому что, ну, это вообще как-то не очень красиво. Очень много людей, которые как бы просто иногда кидают трейды там. Флексят, ну, своими питомцами. Типа, мол, смотри, какие у меня классные поэты. А вот ты бомж вообще. Ну, прям, не люблю таких. И вот это вот непонятности вот эти вот тоже не люблю. Поэтому, да, что-то меня взбесили немножко. Хотя у меня тут огромная конкуренция. На сервере целых 4 флайрайт Фроста Фури на одном сервере. Я считаю, что это, ну, прям вообще очень много. Поэтому, наверное, мне так часто трейды и не кидают. Ну, а нам трейд. Она нам предложила флайрайт Дракона, флайрайт Грифона и Рободога. Кстати, я думаю, что это достаточно классный трейд для Фроста Фури. Но все же, наверное, за него надо давать неонового флайрайт Дракона. Потому что, ну, я знаю, мне давали много раз. И, ну, Фрост Фури чуть-чуть отстает от кенгуру, как мне писали многие в комментариях. Поэтому, ну, конечно, я отклоню этот трейд. Дракон у нас и сейчас. Ну, можно его получить в игре. Вот этих питомчиков, конечно, нельзя, но они абсолютно не ценятся. Поэтому я отклоняю этот трейд. Желаю тоже человеку, чтобы у него получилось добыть свою мечту. Ребята, пишите в комментариях, на что стоило бы соглашаться. И тут нам кинули трейд. И говорят то, что нам бесплатно дадут вот такую штучку. Ну, давайте посмотрим. Кстати говоря, один человек ко мне подошел и просто написал мне фри и подарил легендарного питомца. Я был, ну, очень сильно счастлив. Я не знаю, это был какой-то англичанец. Вау, огромное спасибо. Очень мило. Я не знаю, для чего они это делают. Может, у них там какой-то скрытый скам. Я пока что еще не сильно вдупляюсь. Но просто так бесплатно дарят питомцев игрушки. Это очень классно. Мне прям очень приятно. Вот этот трейд. Я был очень счастлив и доволен. Просто подошел какой-то богатый англичанин и подарил мне легендарного питомца. Огромное ему спасибо. Другой сервер в Adobe.me и у меня тут что-то вообще все сломалось. Даже не знаю, что это может быть. Так, ну что ж, мне предложили райд пингвина и райд вот этого вот медведя черной луны. Ну и куча каши. Нет, это очень мало. Еще и убрал питомца. Вообще, фрост вури достаточно ценный. И когда мне предлагают такие трейды, ну, кажется, что как-то неприятно вообще. Ребята, я напоминаю то, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором я разыгрываю классных питомцев, провожу какие-то интересные, как бы, вопросики для вас. Какие будущие видео мне снимать. Ну и куча мемасиков вы можете у меня найти. Чтобы попасть в мой телеграм-канал, вам нужно перейти по ссылке в описании. Я там его отмечу. Подписывайтесь обязательно, не пожалеете. Предлагают совку новую. Олбер и Льва Стража. Ну, еще Джинджера. Ну, в принципе, сова только появилась и могли дать легко холодногнева флорайт. Но сейчас уже, ну, как бы, уже достаточно много времени прошло. И эта сова успела обесцениться. И поэтому, конечно, этот трейд будет очень маленький. Мне кинула трейд. Она мне предлагает неон флорайт бани и медведя. Черной луны флорайт. Ну, еще такой вот небольшой подарочек. Сундучок. Ну, нет. Я думаю, что, в принципе, за флорайт фури можно получить и Эмфер Рэббита. Я, конечно, могу ошибаться. Не надо меня сильно осуждать. Но, нет. Я думаю, что этот трейд, это точно маловато немножко. Мне кажется, что даже три флорайт легендарки были бы намного дороже. Феникса будет мало, потому что фури стоил 800 робоксов. Ну, то есть, реальных денег. А этого бетонцам можно было выпить. Ну, так-то они два флорайт, поэтому я не думаю, что, ну, что-то, как бы, изменится. Поэтому, да, мы отклоним этот трейд. Но, так, я думаю, надо давать около четырех флорайт фениксов. Ну, нет, четыре флорайт будет многовато. Но три, я думаю, вот прям идеальный трейд был бы. Ну, и последний трейд на сегодня мне предложили НФР Китсуну. И попросили чуточку добавить. Ну, давайте посмотрим, что я могу. Ну, давайте добавим, допустим, вот этот вот скейтборд. Я думаю, что это будет выгодно. Ну, давайте посмотрим, согласится ли человек. Нет. Он просит добавить питомцев, но нет, я не хочу. Мне кажется, что лучше тогда уже оставить себе эту зайку. Ну, все же, спасибо за предложение. Надеюсь, человек останется счастлив со своей Китсуной. Ну, нет, я думаю, что это будет маловато. И у меня не получилось затрейдить Фроста Фури. Ну, ничего страшного, он останется у меня в коллекции. Ну, а если у вас есть предложение, можете мне что-то предложить. Ведь все равно у меня их два. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok